В московских аэропортах вводятся новые правила поведения. В зонах прилёта московских аэропортов появятся специальные стойки, начнёт работать патруль. Эта мера должна защитить пассажиров от навязчивых таксистов, гостиничных агентов и прочих зазывал, предлагающих сомнительные услуги. О том, как их будут перевоспитывать, в репортаже Ярослава Красиенко. Таксисты первыми встречают каждого, кто покидает зону прилёта московских аэропортов. Их не сразу обойдёшь. Зазывало действует группами. Один устал или нашёл клиента, на пост тут же заступает другой. Если пассажир вступает в диалог, отказаться от навязчивых услуг уже сложно. Уговаривают, преграждают дорогу, обещают хорошие скидки. Чтобы воспользоваться услугами такси, нужно принять участие в своеобразном аукционе. Предложений множество. Там, в зоне прилёта, цены самые высокие. Ближе к выходу они становятся ниже. И уже здесь, на улице, расценки самые низкие. Но даже они в два, а то и в три раза выше, чем те, что предлагают мобильные агрегаторы. С комфортом довести от Шереметьево до Белорусского вокзала интернет-сервисы предлагают от 700 рублей. Таксисты просят от полутора тысяч. Потому что приложение всегда в чрезплатную ведёт. То есть это как бы клиентов заманивает, а фактически наш доход уменьшает. Иностранцам разобраться в этом ценообразовании сложнее всего. Гражданин Великобритании Роберт Лесли отказал зазывалому и попытался найти машину самостоятельно. Разброс цен, конечно, удивителен. До одного и того же места от полутора до двух с половиной тысяч. Я не понимаю, почему такая разница. Но есть те, кому здоровье не позволяет долго выбирать перевозчика. Для зазывалота самые желанные клиенты. Воспользоваться, потому что мне тяжело одной вот это тащить и идти с ней куда-то искать. Всё, забейтесь. В преддверии чемпионата мира по футболу в аэропортах Москвы вводят новые правила. Никакой назойливости и навязчивости – главное требование к водителям. Иначе штрафы, лишение права работать на территории воздушной гавани. Залы будут патрулировать инспекторы областного Минтранса. Зазывал и работающий на территории аэропорта – это наша цель. Человек должен выйти из аэропорта, никто к нему не должен приставать. И в зоне посадки таксисте есть первое такси, которое к нему подойдёт. Заменой назойливым нелегалам должны стать стойки различных таксомоторных компаний. Они уже действуют. Это предоставление пассажирам и гостям аэропорта возможности выбора. То есть, когда у них есть различные альтернативы по заказу легальных услуг. Инспекционные подразделения, которые будут следить за поведением таксистов, Минтрансе сформировали. Первые патрули должны появиться в аэропортах уже на этой неделе. Ярослав Красиенко, Андрей Терентьев, Александр Ковалёв, Аида Бурашева и Ксения Рыжова. Вести.